После того, как я сделал новостной выпуск по статье на этой неделе в Bungie, в которой студия подробно перечислила список контента, который будет убран из игры 10 ноября, я встретил волну возмущённых комментариев. Поднимался вопрос того, какое право студия имеет на то, чтобы отнимать контент, за который были заплачены деньги пользователей, а также вопросы ко мне, что я думаю о хранилище контента. Вчера на стриме я посвятил обсуждению этой темы минут 40, наверное, и сегодня постараюсь сформулировать все мысли куда компактнее. Для тех, кто включил видео и хочет быстрого ответа, нет, ничего хорошего в хранилище контента я не вижу, но я не собираюсь тут никого оскорблять, бросаться с вилами и факелами на студию. Я хочу со своей позиции, как игрока и как автора контента, с пятилетним стажем объяснить свою позицию, аргументированно и без громких заголовков «Игра мертва, у игры проблемы». По правде говоря, когда я сел писать текст к этому видео, я еще только раскидывал тезисы и темы, о которых хотел сказать, я рано или поздно скатывался в какие-то эмоции. Все, что я пытался объяснить, это что мое неодобрение этой ситуации не только в том, что из игры убирают планеты. Мне, по правде говоря, совсем не нужны некоторые из этих планет. Суть проблемы в том, что сценарии развития игры меняются слишком часто. Вектор движения серии вращается из одной стороны в другую, а удар от этих изменений принимают на себя игроки, то есть клиенты и пользователи продукта. Ну так вот, пока я накидывал этот текст и пытался выстроить его максимально хладнокровно, я наткнулся в твиттере на статью Forbes от Пола Тасси. И, черт возьми, в статье как раз поднимался вопрос, который я и собирался описать. Так что сейчас я приведу несколько объемных цитат, а затем добавлю некоторые исправления и прокомментирую отдельные детали. Пол пишет, что в целом эта ситуация довольно интересный ей прецедент. Ничего подобного в индустрии игр и развлечений прежде не было, но очень возможно, что по такому сценарию будут развиваться многие из крупных игровых серий в дальнейшем. Вообще, это довольно дикая ситуация, поскольку когда вы получали игру в разное время, вы заплатили от 60 долларов за базовую игру и 35 долларов за дополнение. Буквально несколько лет назад вы заплатили за контент, которого просто больше не существует. Подумайте, как бы это выглядело в другой, возможно не в игре-сервисе. Вы бы купили Assassin's Creed Odyssey и её DLC. Однажды вы запускаете игру и обнаруживаете, что карта разрезана пополам и все сюжетные миссии пропали. По сути, именно это и произошло с Destiny, разве что у неё есть контент 3-го и 4-го года, призванный заполнить пробел. Но конечно, игроки сомневаются в том, что столь объёмный кусок пирога будет равноценно заменён новым контентом. Пока что нам говорят о 5 удаляющихся локаций и одной новой, плюс одной восстановленной старой. Вполне понятно о недоумении игроков, как это можно назвать равноценной заменой. И вот тут как раз мы приходим к тезису, который я обозначал ранее. Игра слишком часто меняет способ своего развития. Ванильная Destiny 2 была казуальной и простой игрой, с понятными квестами, простейшим интерфейсом и не нагружала игрока вообще ничем лишним. Чем сильно толкнула Core аудиторию, которая требовала возможности ролить пушки, формить хороший шмот и так далее. Второй год и выход отвергнутых исправил фактически все огрехи игры. Были услышаны все претензии к геймплейным механикам и игроки остались довольны. А одновременно с этим Bungie и Activision ввели модель сезонов. То есть теперь у вас была возможность купить некий аналог годовой подписки на три мелких дополнения. В третьем году модель эволюционировала и игра получила настоящий батл пасс, который включал в себя дополнительные награды и давал некое минимальное преимущество в первый день релиза каждого сезона. Новый экзотик, комплект брони и так далее. Но кроме того, в третьем году студия заявила, что сезонные активности не будут доступны всегда, а будут завершаться и убираться из игры вместе с сезоном. Например, Атака Вексов или Солнечные Часы. И вот теперь, в канун грядущего четвертого года, мы видим новую форму этого видения Bungie. Они сделали громадный анонс сразу трех аддонов на три года вперед. Плюс объявили, что контент, который есть в игре сейчас, не будет оставаться в ней всегда в доступности. А по сути, все это просто будет выборочно извлекаться из хранилища контента. Destiny по сути, теперь позиционирует себя как сервис по подписке. Как Netflix. Только вот проблема в том, что нам об этом не было ясно сказано заранее. Как я сказал, лишь в том году игра начала заявлять игрокам заранее, что у некоторых предметов или активностей есть срок. Людям, следовательно, это не понравилось, поэтому студия решила перейти на сезонный контент, растянутый в год. Мы уберем активности, но не через три месяца по завершении сезона, а через год по завершении этого игрового года к следующему дополнению. По крайней мере, в этот раз нам заранее сообщают, что этот материал не постоянен. Но этого не произошло с базовым контентом Destiny 2, двумя DLC и активностями третьего года и тремя сезонами к нему. Когда вы купили игру, вам не сказали, что через несколько лет содержимое этой игры может стать недоступным на неопределенный срок. Сейчас отвергнутые и обитель теней еще не собираются отправляться в хранилище контента, но мы можем быть уверены, что спустя какое-то время они там окажутся. И нет, я не думаю, что это то же самое, что ситуация год назад, когда выпускали новый свет. Новый свет сделал ванильный контент Destiny 2 и дополнение проклятия Сириса и военный разум бесплатными. Но предложение чего-то бесплатно новым игрокам не отнимает ничего у игроков, которые уже обладали этим контентом. Другое сравнение, которое я слышал куда ближе, это когда онлайн игры в конечном итоге отключают сервера, делая многопользовательские режимы недоступными. Обычно это происходит с очень старыми играми. Думаю, я могу это понять, и все же такой сценарий случается только спустя очень и очень продолжительное время. А в Destiny 2 сезон изобилия, например, был год назад, и теперь он будет полностью уничтожен. На самом деле, что же здесь могла сделать Банджи? Нормальным вариантом было бы создать Destiny 3 и полностью оставить Destiny 2 позади. Игра осталась бы нетронутой, и мы по сути потеряли бы доступ к ее контенту. Ровно как это и было при переходе от Destiny 1 к сиквелу. Да, это тоже не идеальный вариант, далеко не идеальный, и его не понимали на старте Destiny 2. Но он супер честный по отношению к игрокам. Поскольку сейчас складывается ситуация, что Банджи, держась за Destiny 2, просто не может позволить ей расширяться вечно. Технические ограничения и ограничения пространства на жестком диске послужили причиной создания хранилища контента. Проще говоря, 50% игры отправляется туда, чтобы освободить место для нового, более актуального контента. Я не очень верю, что место на жестком диске может всерьез беспокоить разработчиков. Но я легко верю тому, что движок игры и правда не справляется с такими нагрузками. Что бы ни говорили, но Destiny это высокобюджетный и очень качественный в проработке продукт. Игра такого уровня действительно не может раздуваться вечно. Рано или поздно с ней бы случилось то, что случается с любым мыльным пузырем. Идеальным же, на мой взгляд, вариантом, было бы введение кластерной загрузки контента. Игрок сам выбирает, какие сюжетные кампании и данные ему загружать, а какие нет. Такая система есть и на ПК, и на консолях. Но очевидно, что опять мешают технические ограничения именно движка от Банджи. А проблему-то нужно решать было здесь и сейчас. Банджиловка обходят стороной вопрос, но мы заплатили за этот контент, а его убирают. Когда говорят о том, что хранилище, подразумевает, что какой-то контент может выйти из хранилища, например, через год. И вуаля, у вас есть свободный доступ к этому контенту, потому что вы уже купили его давным-давно. Это и правда звучит как очень удобное прикрытие. Я сомневаюсь, что какой-нибудь эскалационный протокол мы увидим в игре через год. Этому просто нет причин. Но я не сомневаюсь, что после релиза последнего дополнения Lightfall, разработчики чудесным образом научатся делать так, чтобы игра справлялась со своими размерами, и выкатят нам огромную песочницу из всех миров и активностей, что когда-либо были в игре. Ведь нужно нас будет с чем-то оставить. Позиции Банджи сейчас никто не позавидует. Фанат видит в этом просто удаление чего-то, за что они заплатили. И это именно так и есть. Да, это кажется необходимым с технической стороны. Но на практике это очень странно для современной сферы развлечений. Вывод из этой ситуации заключается в том, что игроки должны на этом примере понимать, как игры будут меняться и развиваться в ближайшем будущем. Не только Destiny. Локации добавляются, локации исчезают. А деньги, которые вы платите, это доступ к тому, что есть в игре здесь и сейчас. Опять же, это не было прописано много лет назад, когда вы покупали игру. И именно в этом главная проблема. Так что, когда мы с вами платим 40 баксов за загранью света этой осенью, мы должны понимать, что это контент, который может быть перемещен в хранилище через 2 года. Нам нужно четко понимать, куда указывает флюгер. Как будет выглядеть игра дальше. Но пока что с этим есть явные проблемы. По сути, хранилище контента было в игре всегда. Оно было в возможностях разработчиков. Они еще с самого релиза Destiny 2 могли взять что-то из первой части и перенести в сиквел. В квесте на владыку грома нас пустили на космодром. И это было круто. Потом этой возможности уже не было. И вот теперь студия говорит о том, что начало игры для новых игроков снова будет на космодроме. Вся эта локация скоро вернется, включая налеты. Вернется рейд Vault of Glass. Видя все это, я думаю, что Риюза будет с каждым разом все больше. И я понимаю, что это для многих новый контент. Но большинство людей, с которыми играю я, видели это. Мы прошли это. Мы тогда были другими людьми. Мы переваривали эти эмоции, будучи совсем в другой обстановке. Эти ощущения, они слишком сакральные. И второй раз бурного удовольствия от победы над Атеоном у многих может и не быть. Я очень хочу быть неправым. Хочу, чтобы мой ход мыслей был ошибочным. Я хочу ошибаться. Чтобы все оказалось не так. Чтобы новые активности и локации снесли мне башню. Чтобы даже возвращенный контент был столь переработан. Чтобы я ощутил хоть каплю эмоций от первого прохождения. Но пока я не завышаю ожидания. Но должно же быть хоть что-то позитивное. Да, есть кое-что. Я вижу кое-что хорошее. Правда, для тех игроков, кто играет в Destiny 2 бесплатно и не покупал никакое дополнение, это точно не прозвучит обнадеживающе. Весь контент, что убирают из игры, это то, что год назад стало бесплатным. А это означает, что с осени игра, если не на 100%, то на все 80 или 90% станет платной. Я считаю, что Destiny 2 должна быть платной для ее нормального существования. И если я прав, и с осени, и правда игра не сможет в полной мере называться бесплатной, то я буду только рад. Поскольку очевидно, что сейчас Destiny многое теряет и упрощает. Хотя изначально игра завысила планку качества продукта так высоко. Над игрой трудились не просто отличные художники и композиторы, а лучшие, с мировым именем. И на такие кадры нужны баснословные бюджеты. Но я думаю, что на тему, должна ли игра стать снова платной, я запишу отдельный ролик, если вы попросите в комментариях. Я жду за грани света. Мне нравится, что показано в связке с этим дополнением. Стазис, Склеп Глубокого Камня, Европа. Это очень круто. Но меня пугает слишком частая смена курса. Пишите в комментариях, что думаете. Ставьте лайк под видео, если разделяете мою точку зрения. Думаю, что мы все надеемся на лучшее. И все хотим одного и того же. Так или иначе. Продолжение следует...